Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова Вот такие внешние иногда показатели, внешние признаки работы депутатов, ведь важно не просто умение задать какой-то вопрос, а понимать, какое решение можно предложить, задавая какой-то вопрос, что в финале. Вот каждый из депутатов это понимает и, на мой взгляд, старается, даже критикой иногда администрацию города по ряду вопросов, вынося какие-то предложения, которые с точки зрения депутата необходимо рассмотреть на том или ином комитете или на Думе. Эти предложения, они, безусловно, уже внутренне у депутатов согласуются с тем, что мы хотим иметь как результат. Самое главное это жизнь и улучшение жизни жителей нашего города, поэтому очень важно, чтобы это все было направлено именно на совершенствование той работы, которую проводит городская власть в нашем городе. Вот, коллеги депутат, коллеги журналисты порой удивляются, говорят, как у вас все гладко в основном на Думе проходит, в основном по всем вопросам чуть ли не единогласное голосование, само заседание проходит в достаточно быстром формате, но немногие знают, что вот этому основному заседанию предшествует напряженная работа в комитетах, когда каждый вопрос рассматривается, когда очень много жарких споров, дискуссий, да, и если какие-то вопросы, что называется, не подготовленные на заседании Думы, они дорабатываются и выносятся после. Идет работа консультативных органов, таких как Совет при главе муниципального образования по вопросам ЖКХ, к примеру, который вот уже, по-моему, раза три или четыре собрался. Три раза мы собирались, да, совершенно верно. Вы абсолютно правы, Игорь Владимирович, и в том, что вот то, что видят журналисты, то, что видят жители нашего города, это на поверхности, это визуальное, это видимый такой уровень, да, но при этом идет очень кропотливая работа, опять же, она не является работой какой-то, знаете, скандальной, эмоциональной, отнюдь нет. При этом каждый депутат может высказаться на комитете, если это возможно, если это отвечает интересам жителей, его поправки принимаются, его предложения принимаются, обсуждаются. И когда уже вопросы проходят и обсуждения на комитетах, обсуждения на Совете Думы, которые утверждают повестку дня, а на Совете Думы принимают участие все фракции, и Единая Россия, и КПРФ, и ЛДПР, и мы, заместители, председатели комитетов, члены, являются членами Совета Думы. И когда вот это все проходит, а потом еще обсуждение по фракциям ряда вопросов, это слагаемые того самого явления, которое называется заседание Рязанской городской думы, и вот к этому моменту большинство вопросов негативных, они сняты, либо есть готовность у тех, кто отвечает за те или иные вопросы, пояснить, рассказать, и далее уже депутаты принимают решение. Могу отметить, что вот мне, например, лично очень помогает мой педагогический опыт на самом деле. Вот знаете, если честно, я как-то учителем никогда не перекращал быть, не возглавляя сферу образования и возглавляя сферу культуры. И такое ощущение, что ты не из вуза, и из школы ты не ушел ни в коем случае. Почему? Потому что ведь это что школа, что вуз, да, что сферы, это взаимоотношения с людьми. А взаимоотношения с депутатами – это люди очень уважаемые, люди очень серьезные, люди с конкретными, скажем, программами, направленные на развитие того или иного округа, с конкретными пожеланиями, люди с активной жизненной позицией, это личности. Поэтому, конечно, надо большое умение, скажем, выстраивать с ними работу, выстраивать отношения. Причем мы-то депутаты, что председатель думы в данном случае, что представители комитетов или заместители, мы вообще на равных. Мы все являемся депутатами. Но нужно уметь так выстроить работу, чтобы она была четкой, слаженной. И, безусловно, конечно, мне помогает, честно скажу, мой педагогический опыт. Илья Анатольевич, ну, очень важно, наверное, чтобы вот эта дума, об этом, собственно, говорил губернатор, напутствуя нас на работу, была как можно ближе к народу, как можно больше и явственно не чувствовала народное чаяние. И, конечно, очень хорошо, вот то, что лично мне нравится, то, что депутаты думы действительно активно работают на территориях, работают с советами территории. И, по сути, у каждого депутата имеется свой консультативный орган, состоящий из рядовых жителей того или иного городского округа, которые не дают спокойно спать, если даже депутат не видит какую-то проблему, они на эту проблему обратят внимание. Я думаю, что вот эта работа должна быть обязательно продолжена. И все-таки есть надежда на то, что дума наша действительно может стать по-хорошему такой народной. Это все время, вот эти полгода, показали одну вещь. Когда есть проблема, когда есть проблема, и проблема очень серьезная, которая отражается непосредственно на жизни людей, они обращаются в основном к депутатам. В основном к депутатам. И депутат является, так сказать, тем субъектом, который лицом к лицу взаимодействует с людьми. Поэтому наша задача на сегодняшний день сделать так, чтобы администрация города в очень четком, в таком слаженном ритме работала именно с депутатами. Мы должны действовать как единый механизм, единый инструмент выполнения воли людей. И когда депутат оказывается один на один с избирателем, по большому счету, это неправильно. Должны мы выступать все вместе. Мы над этим постоянно работаем. И я считаю, что должно у нас все в этом направлении получиться. Андрей Анатольевич, я благодарю вас. Представитель Рязанской городской думы, глава муниципального образования города Рязань Андрей Кашаев. В студии программы подробности сегодня состоялся отчет главы муниципального образования о работе городской думы в 2013 году. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка. Импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля.